Дорогие друзья, мы с вами поговорили о том, что такое типы мышления. Поняли, что действительно люди не одинаково смотрят на одни и те же вещи. И вопрос, который я бы хотел, чтобы вы над ним задумались, это зачем мы вообще общаемся? То есть какова цель общения? Ответ нетривиальный, на самом деле. Значит, мы общаться, почему нам важно? Потому что мы, как социальные существа, в рамках общения понимаем, что мы не одиноки. Вы иногда можете устать от людей даже не видя их. Вот на дистанционке, например, когда ты находишься, ты работаешь, постоянно со всем переписываешься, что ты решаешь и так далее, ты устаешь от людей, но ты с ними не был в общении. Реальное общение – это общение, при котором вы ощущаете себя частью некой общности. Потому что мы природой изготовлены таким образом, чтобы быть частью чего-то большего, частью своей стаи. И это приводит к тому, что у нас увеличивается уровень серотонина. Это при правильном взаимодействии у нас есть и в каких-то случаях эндорфин выделяется, в каких-то случаях окситоцин, в каких-то случаях дофамин. То есть именно те нейромедиаторы, которые способствуют нашему хорошему настроению. И ничто так не поднимает нам настроение, как человек, который нами заинтересован, который говорит нам приятные вещи, который нам улыбается, который нас поддерживает, который с нами на одной волне. Это самая простая, естественная, биологическая функция общения. Создавать у нас вот этот эмоциональный фон, оптимистичный, позитивный и так далее. Но, как вы можете видеть, мы резко общаемся именно так. Мы или очень по делу, что-то там порешали какие-то, задачи разбежались, или мы обсуждаем проблемы какие-то, и это тоже не самая счастливая история, потому что тут лбами люди регулярно сталкиваются. Или у нас общение, как бы сказать, такое рутинное. Ну, понятно, что надо что-то спросить, о чем-то узнать там и так далее. И в результате нет ощущения этой социальной общности. Мы чувствуем себя со сниженным настроением, потерянными, растерянными там и так далее. И не мы одни, а другие люди тоже с нами. А когда все кругом расстроены, никто не хочет друг с другом лишний раз взаимодействовать, потому что расстроены, это как раненые. Раненые могут подраться, потому что им все больно. Куда-то не косни, как в этом моем любимом анекдоте. У вас что болит? Ой, доктор, я прям не знаю. И тут болит, и тут болит, и тут болит. Вот куда ни ткнуло. Давайте сначала вылечим палец. И мне кажется, что социальность, это то, что является главным ресурсом для того, чтобы чувствовать радость жизни, объем ее, ценность ее и так далее. Для разных типов это по-разному, потому что если вы конструктор, то вам с вашим собеседником должно быть интересно, и вы должны обсуждать какие-то сложные вещи, детали, какие-то взаимосвязи, какие-то взаимосвязи, и так далее. Что-то такое механическое больше. Как логическая структура. Для рефлектора важно в общении, чтобы он чувствовал, что им восхищаются, что он может производить впечатление, удерживать ваше внимание, вовлекать вас. И вы как бы вовлекаетесь с энтузиазмом. Для центриста важно знать, что у вас есть опора, надежа, когда вы понимаете, что вы одной группы крови, у вас общие взгляды на жизнь, общее понимание тех или иных ситуаций и так далее. Поэтому мы, конечно, ждём от общения разного. И как в сказке с журавлём и лисицей, как правило, предлагаем другим людям то, что нам самим кажется крутым, интересным, важным. А на самом деле важно сначала его накормить тем, что ему важно, чтобы он получил удовольствие от общения. А только после этого уже предлагать какие-то свои дополнительные варианты. Конечно, лучше всего, значит, центристы общаются с центристами, конструкторы общаются с конструкторами. и рефлекторы способны общаться со всеми. Они в этом смысле, как это сказать, где их, им восхищаются, там и прекрасно. Поэтому какая разница, конструктор, другой рефлектор или центрист с ними, что называется, на одной волне. И задача, конечно, наша понимать вот эту разность типов, разность взглядов. Потому что как только мы понимаем, что мы имеем дело с конструктором и можем, что называется, подстроиться под его понимание мира, он становится теплее, он становится эмоционально более вовлечённым. И вы уже можете быть с ним на одной волне, как вам того хотелось. Если это рефлектор, после того, как все рефлекторы страдают от комплекса неполноценности. Потому что у них очень богатая фантазия, и они всегда хотят быть супер-мегагалактическими. А поскольку никто не может быть супер-мегагалактическим, рефлекторы всегда переживают, что они дотягивают до гениального и страдают. Значит, и задача состоит в том, чтобы дать человеку вот это ощущение, что ему не нужно переживать за то, что он... Как разговаривать с рефлектором, который сделал работу, совсем не то, что ты его просил. Ну, ты говоришь, вы договорились там сделать то-то, он пошёл, принёс. Это вообще не в дугу. Рассказываю лайфхак. Боже! Какая гениальность! Восторг просто! Всё, вы сказали, человек уже успокоился. Он тут переживал, что вы начнёте ругаться. После этого вы говорите, так, а вот если бы, конечно, вот у тебя ещё была вот такая удивительная способность, делает то-то. Вот если мы эту способность возьмём и сюда приложим, и вы уже забыли, тот вред не обсуждаете, обсуждаете тот, который вам нужен. Он уже восторг, за тот он уже получил все свои медали, восхищение, он счастлив. Вот. Ну, дают возможность что-то ещё сделать гениальное из гениального, ну, просто совершенно невозможно. Пойдёт счастливо, переделает, даже забудет, что... Если центристу скажешь, что всё, что ты сделал, так никуда не годится, полный восторг, но мы использовать не будем, он застрелится, конструктор пойдёт думать, что не так, и развивать тоже направление, которое никуда не годится. Вот. Поэтому, видите, когда вы понимаете эти ключи во взаимодействии с другим человеком, конечно, лучше, чтобы мы все были гармоничны, чтобы у нас и логика была, последовательность такая, да, и чтобы у нас был прагматический такой компонент, центристский, и чтобы у нас был такой рефлекторский драйв, который вдохновение, на который они способны, вовлечение, яркость, чувственность, там, и так далее. Вот. Но у кого-то что-то всё равно чуть больше, чуть меньше развито. Вот. И если вам человек дорог, то поймите, что вот его особенности, его психотипы, это как бы его больное место. Он как бы, особенность, это то, что выпирает. То, что выпирает, обязательно на что-нибудь наталкивается. Где-то наталкивается не на логичность, где-то не на прагматичность, где-то не на последовательность, где-то не на художественность, и так далее. И из-за этого вот его начинает калашматить. Но как только вы понимаете, что для человека важно, как ему донести информацию, как его поддержать, как его вовлечь, как ему сказать про что-то, что вам, может быть, не нравится, но надо сказать так, чтобы не нажить себе врага. Вот. Вот знание это превращает вас в людей, которые могут быть человечными по отношению к другому. А это очень важно. Вот научиться человечности в отношениях. Человечность предполагает, что вы принимаете другого человека, что вы как бы внутренне расположены на помощь к нему. И если... Но, понимаете, невозможно это сделать, если вы думаете, что все думают так, как вы... Есть такое когнитивное искажение знаменитое. Это вот проекция своего способа думать называется. Когда мы... Вот я центрист, и я, например, буду думать, что все кругом центристы. Но это будет ужасно. Потому что мне сразу придется достать какой-нибудь тяжелый предмет и всех забивать куда-нибудь. Потому что конструкторы думают не так, как я. Рефлекторы думают не так, как я. Конструкторы не спросят, как у меня дела. Я буду чувствовать, что это оскорбление и проявление неуважения. А он просто не думает о моих делах. Забавно. У меня хорошие друзья-конструкторы. Они многие такие. Все обсудишь, что им было важно и интересно обсудить. Да, кстати, как ты делаешь? Ну, выученные уже. Вот. Ну, шучу я. Но это действительно такая вещь, когда мы должны понимать, что другие думают совсем по-другому. Вот. И любой человек не идеален для нас. Даже если вы найдете точно такого же, как вы, ну, вам будет скучно. Если вы найдете совсем другого, как вы, у вас будет очень весело. Вот. Но вы захотите поскучать. Вот. И так далее. Поэтому важно понимать. Потому что, как только вы понимаете, как только вы и принимаете другого человека, возникает пространство вот этого человеческого отношения, которое более важное, чем то, что производит конкретный тип, как набор своих каких-то реакций, как прихватов, там, и так далее. Вот. Поэтому я большой сторонник того, чтобы мы хорошо понимали, с кем мы вместе живем, потому что только так мы можем дать им то, что им на самом деле нужно. А если мы это сделаем, а им нужны всем разные, в зависимости от того, кто они по своей конфигурации, так сказать, внутренней, вот. А если мы это сделаем, то они проникнутся к нам человеческим отношениям, и вот в этом пространстве социального вы можете сообщить им то, что для вас важно, и что вы ищете в этих отношениях. Но опять же, сделайте это с учетом соответствующего психотипа. Вот. Поэтому я настоятельно рекомендую не ограничиваться такой экскурсией нашим этим мастер-классом по искусству общения, а развивать свой интеллект целенаправленно, системно. И знание психотипов это один из важнейших элементов нашего социального интеллекта. Потому что социальный интеллект это гарантия качества отношений с другими людьми, а это в конечном итоге гарантия успеха в нашей профессии, в делах и в жизни в целом. Потому что по итогу жизни, как мы знаем, благодаря многочисленным исследованиям, самое большое, что мы ценим, это радостные, счастливые моменты общения, взаимной поддержки со стороны других людей. Поэтому социальный интеллект это важная функция, особенно в мире, где все больше и больше холодной, машинной, так сказать, реальности и виртуального мира. Будем изучать, мне кажется, человека скоро под лупой. Чтобы сохранить человечность, мы должны жить в мире людей, которые друг к другу не безразличны и способны друг друга по-настоящему понимать. Психотипы один из важных ключей к этому. КОНЕЦ КОНЕЦ